БОК ОБОК СОЮЗУ БЕЛОРУССИЯ И РОССИИ 28 Самая важная у нас одна история Что это событие значит для каждого? Свернул не туда. Бобруйский школьник совершил ДТП и скрылся с места аварии. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ призывает родителей следить за досугом своих детей. Подростковый бунт или плохое воспитание. На радость болельщикам крупная победа от Белшины. Мы доминировали на протяжении всей встречи. Задел на успех в новом сезоне. А также актуальные специальности, высокий спрос и новое правило. База незанятого в экономике населения будет обновляться ежемесячно. С чем связано? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Здравоохранение на контроле. Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Гродно. Главным пунктом в маршруте стала площадка строительства новой городской больницы. Там глава государства встретился и побеседовал с медиками и строителями. И принял участие в церемонии закладки капсулы времени с посланием для потомков. Отдельное внимание президент уделил положению дел в белорусском здравоохранении. В разговоре с министром и губернатором области была затронута тема зарплат врачей. Говорят, того не хватает, этого не хватает, врачей не хватает, медсестер. Слушай, у нас всего хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать как у нас, а жить как на Западе и получать большие деньги, как в Америке еще где-то. Так они сутками работают, особенно молодежь. Это я знаю точно, сутками работают. Ну и они и зарабатывают. А у нас там полтора человека не хватает, катастрофа. Какая катастрофа? Пусть врачи работают, те, которые работают и зарабатывают. Президент отметил, разбрасывать деньги мы не можем. Те льготы, которые появились во времена коронавируса, сохранились. Возможность для большего заработка есть, но для этого медики должны приложить должные усилия. Дерзкий поступок. Бобруський подросток совершил ДТП и скрылся с места аварии. 16-летний парень решил поиграть во взрослого. Ключи молодой человек взял у отца. Правда, трип был недолгим. Школьник не справился с управлением и влетел в припаркованное авто. После чего скрылся. Но уже через пару минут сотрудники ГАИ задержали бунтаря. Госавтоинспекция призывает родителей следить за досугом своих детей и не допускать совершения ими нарушения правил дорожного движения. Во избежание трагических последствий. В отношении подростка составлено 4 протокола. Они будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки. Забота о братьях меньших. Запрет на территорию и на уровне. 60% белорусской молочной продукции отправляется на экспорт. Чем привлекает отечественный продукт? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. 60% белорусской молочной продукции отправляется на экспорт. Приобретают ее в 59 странах. По информации Минсельхозпрода, внутреннюю потребность в сырах заводы закрывают за 1,5-2 месяца. Все остальное время работают на внешние рынки. Производители следят за трендами. Отрасль переоснащается под выпуск изделий с более высокой товарной стоимостью. В 2024-м более чем на 3 тысячи вырастет количество бюджетных мест для будущих педагогов, медиков и тех, кто поступает на инженерно-технические специальности. Кроме того, в этом году увеличен набор в колледже. К слову, значительно снижается число платных мест. Однако есть определенный перечень профессий, которые не востребованы экономикой, но предпочтительны абитуриентами. В таких случаях в вузах предусмотрена возможность поступления на платную форму обучения. С апреля база незанятого в экономике населения будет обновляться ежемесячно. Ранее это делали только по уехавшим за границу. До этого списки пересматривались раз в три месяца. Граждане, которые попали в перечень, если они имеют собственное жилье, оплачивают газ, отопление и горячую воду по полным тарифам. В республике принят закон об ответственном обращении с животными. Документ направлен на обеспечение прав и законных интересов заводчиков и владельцев питомцев. Установлены общие правила как для служебных животных, так и для тех, кого привлекают в культурной деятельности и спорте. Повышенные требования к содержанию опасных пород собак. Хозяева будут обязаны пройти курсы и получить удостоверение. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах страны. Данные отображены на интерактивной карте Минлесхоза. Исключены въезд в лес, на машинах, турслеты, коллективные сборы с палатками. Такие меры введены из-за теплой погоды и сильного ветра. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Маленький риск, большие последствия. В Бобруске фиксируется случай укусов клещей. За медицинской помощью из-за присасывания паразитов уже обратилось 15 человек, из них 6 детей. Для сравнения, в 2023-м за аналогичный период количество достигало только трех. Всего от укусов пострадали 616 бобрущан, 212 несовершеннолетних. Последние годы наблюдается рост заболеваемости клещевыми инфекциями. Эксодовые клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как лаймбриллиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и другие. Если вы обнаружили присосавшегося клеща к телу, необходимо максимально быстро удалить его, обратившись в организацию здравоохранения, или удалить самостоятельно. Профилактика – лучший друг в опасный сезон. Репелленты, одежда светлых тонов, которая максимально закрывает тело, периодически само- и взаимоосмотр должны стать неотлемой частью прогулок в места, где можно встретить клещей. В случае обнаружения паразита нужно обратиться в ближайшее медучреждение. Сила в единстве. 2 апреля 1996-го был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России. С тех пор день стал праздничным, и в этом году сплочению двух братских народов исполняется 28 лет. Елизавета Липеева продолжит. Белоруссия, Россия маршрутами дружбы. В холле Дворца искусств приветствовала гостей торжества выставка. Первый отдел с книгами посвящен истории создания объединения народов. Второй – ценные печатные издания, подаренные городами-побратимами. Живой пример крепкого сотрудничества. Здесь же расположились красочные картины художников двух стран. В этот день, каждый год мы представляем выставку, пытаемся ее по-новому сделать, преподнести по-новому материал. Все-таки значимое событие в жизни наших двух государств. Несмотря на то, что у нас две страны, народ все-таки един. И культура – неотъемлемая часть объединения страны. Одни цели, одни идеи, а самое главное, самое важное – у нас одна история. Разделить это невозможно. И очень приятно, что в такой день, в такое мероприятие можно прийти и в свободном доступе посмотреть литературу, посмотреть картины. Об одной истории через искусство. В каждом уголке Синеока с Шиком отметили важную дату. В Бобруйских празднику подошли со всем радушием. Обширная концертная программа порадовала зрителей. Нескончаемое браво, пламенные аплодисменты, искреннее восхищение талантом юных жителей города еще больше разожгли в сердцах славянский дух единения. Мы сегодня получили поздравления от наших городов-побратимов Российской Федерации. Менялись очень теплыми словами. Отрадно то, что у нас общие взгляды, а то, что мы вместе, мы решаем очень многие вопросы. На сцене феерия улыбок, гордости цветочных композиций, за активную гражданскую позицию, качественную подготовку, организацию общественно значимых событий, любящим свой город бобруйчанам, вручили благодарности и почетные грамоты. Концерт был замечательный, все очень понравилось. Такие номера чувственные были, что просто тронуло до глубины души. Спасибо большое администрации и городу. Хочу поблагодарить за награду руководства нашего города, администрацию Первомайского района, поблагодарить за то, что они видят наши труды. Спасибо огромное. Ну а мы, очень преданные нашему городу, нашей стране люди, будем по-прежнему стараться на этом поприще, ну и делать все самое-самое важное и правильное. Это мероприятие такое патриотичное настолько, что проникало до глубины души, до слез ввиду тех событий, которые были недавно в нашей России. Это действительно наша сестра, это наша вторая половина. Там наши родные, близкие, друзья живут, поэтому мы одни, едины. Сердце на разрыв. Зал стоя смотрел выступление, посвященное страшным годам Великой Отечественной, боль от которой не утихает и спустя 80 лет. Минутой молчания и пронзительным номером почтили памяти тех, кто стал безвинной жертвой жестокого теракта в Крокус-Сити-Холл. Событие пробрало до дрожи каждого белоруса. Со страной-соседкой мы разделяем общую горечь утраты. 22-03-24 Для граждан двух стран этот день имеет большое значение. Раньше на протяжении почти 70 лет Российская и Белорусская Республики на равных правах входили в состав Единого Советского Государства. И даже после распада СССР продолжали тянуться друг к другу. Сегодня союзное государство – задокументированный символ братских отношений. Мы братья славяне, поэтому хочется жить в мире и дружбе. Хотелось бы растить ребенка, чтобы все было хорошо, дочь у нас в стране. Чтобы у всех была работа, хорошие зарплаты, чтобы люди ездили хорошо работать в ту же Россию. Россияне ездили к нам, чтобы отдыхать ездили в Россию. В России много красивых мест отдохнуть здесь. Ну и у нас, в принципе, есть хорошие места. И санаторий хороший. Так что самое главное, чтобы дружили. Хорошие были отношения между странами. И все будет хорошо. Еще со времен Советского Союза не столь много времени минуло, чтобы забыть о том, что это было все-таки единым народом. И все-таки нас связывает и язык, и культура, в общем-то, тоже у нас, в принципе, общая. Поэтому и стоит развиваться. И в дальнейшем, чтобы не допускать никаких эксцессов, как сейчас тоже наблюдается в соседних странах. Надо со всеми дружить, как говорится. А с теми, кто рядом, так и вдвойне. В этом году также отмечается 25-летие со дня образования союзного государства. Интеграционная политика между двумя странами говорит, в ближайшем будущем Беларусь и Россия продолжат идти нога в ногу, сохраняя теплые братские отношения. Елизавета Липеева, Роман Костюков, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Прошлись катком. Белшина провела заключительный матч предсезонной подготовки против минских «Крумкачей». Последний товарищеский матч перед стартом в чемпионате «Шинники» провели как нельзя лучшее. Перед родными трибунами стадиона «Прокопенко» «Красно-Черный» буквально вспахивали поле все 90 минут. Интенсивный футбол дает свои плоды. Феерия голов и разгромный счет 7-1 на табло. Я думаю, что заслуженная победа сегодня. То есть мы доминировали на протяжении всей встречи. В принципе, что и вылилось большое количество забитых голов. И с хорошим настроением будем готовиться уже к выездной встрече со Слонимом. Дебютный матч первой лиги чемпионата Беларуси по футболу бобруйская команда проведет уже на этой неделе. В субботу, 6 апреля, команда отправится в Гродненскую область, где сыграет против Слонима. Сразу после нас «Бобруйск.Лайв». Моя коллега Мария Бересневич расскажет, как государство поддерживает малый и средний бизнес. Что такое технопарк и как стать его резидентом. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА